Участники 2-го пленера среди студентов художественных училищ работали в селе Русская Тростянка Шубинского сельского поселения, вместе известным своей красотой, деревенским укладом жизни и тишиной, наполняемый воздух. За 10 дней пребывания на родине известного художника Ивана Крамского студентам, пока еще не ставшим мастерами своего дела, предстоит работа в жанрах портрет и пейзаж. Пленер сводный, 6 училищ России участвуют и в этом году, что знаково, Крым с нами, то есть как бы после присоединения они с нами, 5 человек приехали. Так что пишут очень цветно, очень красиво. Только работая на пленере, можно живо и полно передать особенности каждого времени года. Этюды и портреты как бы состязаются в скорости с самим светом. Хрупкие единичные наброски вскоре теряют темный цвет, окрашивая нежными бликами будущую работу. Отметили красоты Остроборской земли студенты и преподавательский состав Крымского художественного училища имени Самокиша. Нас пригласило Воронежское художественное училище, я и вот студенты, мы приехали представлять Крым, крымскую школу живописи. Насколько это у нас получится, насколько мы вдохновимся, так сказать, новыми впечатлениями, видами. Очень рады мы, что нас пригласили. Довольно неожиданно было, но Воронеж позвал, мы приехали. Тут природа, она в чем-то похожа на Крымскую, но все-таки отличается. Дон видели. У нас в Крыму широких рек нету, но свои реки, горные, они отличаются. Очень красиво. Облака другие, небо, ну, другое. Очень запомнилась такая дружелюбность людей. Вот, здесь нас встречают везде с хлебом и солью, с песнями, с плясками. Кормят. Вот, и очень неожиданно много кормят, да. Мы, во-первых, этим очень впечатлены и рады, что нас так принимают. Ну, конечно же, виды, пусть они отличаются от наших крымских, но, тем не менее, мне кажется, никак не хуже. Много здесь себя открыли, вот такие интересные домики тут, вот горы, вот поля, очень много полей, да, интересно, очень много нового. Тоже очень был удивлен, когда нас всех пригласили вместе. И было это очень приятно. Мы приехали. Очень хотелось увидеть эту разницу, и разницу эту увидели между нашим Крымом и вот таким вот местом необычным, как русская деревня. Никто я никогда не знал. Вот, а тут такое сказочное место, и эти женщины, поющие, тоже поразительной красоты. Очень приятные люди, которые открыты нам и встречают очень тепло. По итогам пленера участники и победители конкурсной части будут отмечены дипломами. Работы студентов, выполненные в разных поселениях области, будут выставлены в историко-художественном музее имени Крамского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова